так доброе утро всем дорогие друзья hello good morning то все надеюсь хватит этой штуки зарядного можно дано сетей сочи давайте не села итак дорогие друзья все мы начинаем 150 уже четвертый у нас урок вообще двигаемся к 200 я думаю что за 200 мы должны с божьей помощью закончить закончить книгу притчи и потом будем ее издавать кстати я хочу сделать сделать первый раз попробовать вот это вот сделать знаете есть такой как где собирают деньги собирают деньги на проекты я буду сейчас на эту книжку на издание хочу собирать деньги кто знает какие-то сервисы как собираются деньги на какой-то проект знаете есть бум стартер что-то тик стартер если кто-то слышал пользовался напишите пожалуйста посоветуйте как эта штука работает потому что я считаю что мы делаем огромное дело мишли это притчи сырья сломона это высшая мудрость которая из мире и она должна прям свет прям должен идти в мир алекс поделка шалом потому что все люди должны знать как правильно жить и тогда будет счастливый мир счастливая жизнь и в общем то но всем будет хорошо итак мы находимся сейчас в 25 главе как раз вот то что сейчас сказал а ну прям напрямую относится к тому что мы сейчас будем изучать и нельзя было так говорить представляете я вот по привычке я сказал а если я подумал если я вначале изучил то по сырью сломона я не должен был так говорить представляете сейчас мы узнаем почему смотрите двадцать пятый отрывок он говорит так двадцать пятый отрывок значит мокеш адам яла кодыш мокеш адам яла кодыш в ахар недорим левакер значит мокеш это как ловушка такая да как ловушка для человека говорить говорить делать что-то святым ловушка для человека делать что-то святым теперь и за недорим недорим это обеты за обедами да за не за обедами за обетами за обетами надо левакер это обдумывать исследовать значит чем здесь прикол вот смотрите сейчас баруха то а дыно или вот живет человек в обычном таком материальном мире живет он обычно материальном мире ну поел поспал какие-то цели поставил чита было все время в движение в каком-то больше денег чуть заработать но чтоб меньше порядка очень как-то большинство людей устраивает свою жизнь и живут себе живут себе в каком-то как белка в колесе в каком-то процессе материальном абсолютно материальном процессе теперь но этот материальный процесс он на как бы не Не совсем материальные, потому что в любом случае этот материальный процесс управляется духовной, виртуальной сферой человека, его мышлением, то есть мышление же это не материальное, то есть в любом случае человек он ставит цели, какие-то правила себе выдумывает и так далее, то есть он все равно живет в мире идей, не совсем он живет в мире материальном. То есть материальный мир, он с ним особо так и не взаимодействует, то есть он с материальным миром вот в ту секунду, когда он вот сидит там на стуле, или стоит, или лежит, или идет, вот он в этот момент взаимодействует с материальным миром, но в реальности он как бы живет в своей иллюзии, в своей виртуальной реальности. Теперь, но она у него полностью привязана к материальному миру, то есть вся виртуальная реальность большинства людей строится на том, чтобы что-то купить, что-то достигнуть, что-то, то есть улучшить свое материальное положение в этом мире. И вот вся их виртуальная реальность посвящена материальной мсти, понятно. Теперь, но есть люди, которые, они переходят на духовный уровень, то есть они вдруг узнают, что есть душа, есть Бог, есть вечность, есть заповеди, есть сфера духовная, которая является как целью сотворения мира и целью жизни человека. И они такие, опа, и думают, так это же совсем надо жить по-другому. И вот, ну, кто-то дубает, так, 20 минут с утра поучу, Мишли послушает скак, интересно все, и на этом хватит. Это простой вариант, 20 минут, как люди, которые начинают делать зарядку, есть такие там 7-минутные комплексы, 10-минутные комплексы, я всем рекомендую с этого начинать. Ты чуть-чуть как бы включаешь свое тело, и оно начинает лучше работать. Здесь мы чуть-чуть включаем свою душу, она начинает лучше работать, но это как бы уровень начальной физкультуры. Потом человек, который в эту тему втягивается, например, в духовность, да, он говорит, секундочку, ну, теперь, а почему я должен 99% своего времени тратить иллюзии, которая исчезнет? Я буду тратить лучше 80% иллюзии и 20% духовной реальности, в которой я, в принципе-то, я живу в духовности, и жить я дальше буду тоже, надеюсь, буду жить в духовном пространстве. И человек начинает 20% времени этому тратить, потом 30%, потом некоторые переходят на 100%, и они начинают 100% заниматься только духовностью, и как выстраивают свою духовную жизнь и так далее. Материальное для них становится следствием духовности, то есть они понимают, что если я полагаюсь на Бога, Бог будет меня обеспечивать. Он и так меня обеспечивал, но я просто на это не замечал, а так я буду больше замечать. Понятно. И вот тут он попадает в ловушку, о которой предупреждает царь Соломон. Он говорит так. Ловушка для человека, когда он начинает объявлять все святым. То есть у человека есть сила освящать, в принципе, ну все, что угодно. Вот я перед тем, как пить кофе, сказал благословенный Бог, наш царь вселенной, Шиакольния Бедвору, что все возникло по слову Его. Да, и я как бы это кофе, джих, сделал святым, это кофе, да, что оно прям, я в этот момент его соединил с Богом, благословил Бога, и стало больше божественного присутствия. Это благословение. Когда ты начинаешь благословлять перед едой на разные виды пищи, то ты как бы делаешь ее, эту еду поднимаешь, делаешь более святой. Но когда человек все начинает делать святым, в этот момент он впускает очень сильно Бога в свою жизнь. Как в псалмах Давида написано, что Бог, он как тень от твоей цельха, альят и менеха, он как цель, как тень от твоей правой руки. И когда ты полностью Бога впускаешь в свою жизнь, но ты сам в это время находишься еще в состоянии, когда ты действуешь неправильно, то он начинает тебя лечить, ну грубо говоря, да, то есть он начинает тебя исправлять. Написано, кого Бог любит, тому дает страдания, чтобы ты понял, как, что ты делаешь что-то неправильно. И получается, человек вроде становится религиозным, тут вроде бы ему все должно ему открыться, а у него начинается джжжж, все в жизни рушится. Такое тоже бывает, это как ловушка. То есть когда ты впускаешь, знаете как, живет человек в такой, ну в мусорке, грубо говоря, да, у него беспорядок дома, но у него шторы закрыты и в доме темно, и он как бы и не видит. Потом он открывает дневной свет, и тут он вдруг видит вообще, в каком ужасе он живет, у него все, этот дневной свет осветил все его вот эти вот углы, и он видит, насколько у него грязно. Вот то же самое, когда человек, он слишком, он делает все святым, это у него, значит, ловушка для него, и второе, недорим, значит, недорим, это есть обеты, когда ты с Богом вступаешь в личные отношения, и ты говоришь Богу, я беру обет там, и говоришь, что ты ему обещаешь, а ты, пожалуйста, для меня сделай то-то, то-то и то-то, то есть ты с ним вступаешь в личный договор. Есть у этого огромная сила, но какая сила есть в плюсе, такая же сила есть в минусе, то есть включается процесс, который, вот это вот ецерара, злое начало, оно начинает действовать против тебя, и тут ты уже, а почему? Одно дело, когда ты нарушаешь штору, которую ты прочитал и в которую ты поверил. Другое дело, когда ты с Богом договорился, он свою часть договора выполнил, а ты свою нет. Это уже конкретно, ну как бы, узлово начало задание идти против человека, и тут как раз это все, то есть это уже будет выигрыш 100% узлово начало, если человек лично пообещал что-то Богу и лично не сделал. И поэтому мудрецы наши, они не советуют брать на Эдарет, но если мы посмотрим дела отцов в знак для сыновей, то когда Яков шел и он убегал от Исава, то он, первое, он Богу сказал, дал обет. Он говорит, если ты сделаешь так-то, так-то и так-то, то я сделаю так-то, так-то и так-то. И, значит, Бог свою часть выполнил, потому что, когда ты с Богом вот так лично договариваешься, то в этом есть огромная сила. Именно поэтому мудрецы сказали, эту силу лучше не использовать. Понятно. И царь Соломон предупреждает. Теперь, а почему я неправильно сказал? Когда я сказал, что надо, вот я собираюсь выпустить и так далее, я сказал, я не добавил в конце блинедер, вот я сейчас добавляю, блинедер, без обета. То есть то, что я говорю, что я собираюсь книгу сделать, собираюсь это сделать, это не является обетом, я не обещаю Богу это сделать, потому что это звучит, может быть, как обещание, и тогда я должен это сделать, Бог, естественно, хочет мне помочь, но если я это не сделаю, бах, уже нарушено обещание. Понятно. Поэтому религиозные люди, они на все говорят, на любое свое, то, что можно принять как обещание, они говорят без обета. Это не стало моим обетом, недером. Недера касается, опять же, когда мы заходим в сферу святого. То есть если я пообещал там, что я прийду в 12 часов дня, это не является обетом, потому что это не сфера святого. Но если я пообещал прийти на молитву в 12 дня, это уже ты заходишь в сферу святого, взаимоотношения с Богом, и там уже это опасно. Понятно. 25-й отрывок стал нам понятен, что, значит, не попадай в эту ловушку, то есть если ты уже идешь в святое, будь предельно осторожен. То есть там шутки, с Богом лучше шуток не шутить. Понятно. Как, знаете, в этом самом, вот может ли обычное слово «ой, ой, блин» сделать там двух человек с этими, седыми. В принципе, казалось бы, ой, блин, что такое сказано, да? Но когда это говорит дежурный, который на атомной станции проверяет готовность всего, и вдруг он говорит «ой, блин», так тогда может пару человек стать седыми. Ну, то есть, все зависит от того, в какой среде ты находишься. И духовность, это, с одной стороны, это огромный свет, с другой стороны, это свет, который освещает все недостатки. Поэтому к Богу надо приближаться осторожно, постепенно, по чуть-чуть, без прыжков. Двадцать шестой отрывок. Значит, рассеивает, переводится так, рассеивает злодеев царь мудрый, хахам мудрый, и возвращает на них колесо. Значит, ну, если, как переводят здесь, это я перевожу, как есть, рассеивает нечестивый царь мудрый, обратит на них колесо. А, точно, так же и переводят. Значит, вообще непонятно, что за царь мудрый, каких он злодеев, куда рассеивает, а? И какие колеса он на них возвращает. Валбин объясняет так. Я в этом случае, как бы, его объяснение, ну, он говорит, что раньше у царей, цари, они как злодеев пытали. Раньше же было совсем не так, как сейчас. Еще совсем недавно добрая христианская церковь делала инквизицию, жгли людей на кострах, тысячами, да, вообще, добрейшая. Подстав вторую щелку, ударили тебя по левой, подстав правую. Прямо людей инквизиция вырезали. Знаете, эти как, вырезали там полмира вообще эти, ну, вот, крестовые походы, вот эти вот, которые захватили Южную Америку, эти захватили, конкистадоры, да? Это все было вот именно под флагом христианской доброй веры. И тогда же, в то время, в древности, очень пытали, было принято пытать. То есть, эта инквизиция, они тоже же, они же не просто людей сжигали. Все по признанию. То есть, сначала человека сильно пытали, он признавался, что он ведьма, и его сжигали. То есть, все признался, как, ну, как же не сжечь после этого. И вот, это здесь, Магмин говорит, что здесь говорится про это колесо. Но еврейские цари, они были умные, и он давал, царь Соломон, совет еврейскому царю, он говорит так, что злодеев надо рассадить в разные места, и потом их пытать колесом. Если они примут на себя, ну, как бы, признают свою вину, то, возможно же, это они признали под пытками, и нужно сравнить их показания. Это так малым объясняют. Мне, как бы, это объяснение не очень близко. Есть другие комментаторы, которые объясняют это так, что царь имеется в виду Бог. И Бог, он, он, как бы, злодеев, он их распространяет, да, рассеивает в разных местах, они, чтобы они вместе не собирались. И дальше он на них возвращает колесо, имеется в виду, что он показывает, как все возвращается. То есть, все идет, перте, вот, очень красиво об этом сказал Елель, мудрец Елель, он сказал так, что как-то увидел, он увидел череп один, который плыл по поверхности воды. Вот как раз Итан говорит, что два дня назад учили эту мишну, и она звучит так, что и вот он увидел череп, который плыл по поверхности воды. И он сказал этому черепу, потому что ты топил, утопили тебя, но в конце утопившие тебя будут тоже утоплены. Это как раз имеется в виду возвращение вот этого колеса зла, которая возвращается на человека, на его семью, не дай бог, на все через поколение. Все равно зло, которое в этот мир вошло, этот мир причина следственных связей. И все здесь идет так, то есть ты делаешь действие, и за него есть всегда последствия, всегда есть. Или это хорошее действие, или это плохое действие, оно все возвращается как колесо на того, кто сделал это действие. И дальше нам будет, кстати, объяснено, вот давайте свяжем три отрывка, и тогда будет понятно, что имелось в виду. Следующий отрывок такой. Нера шем нишматадам. Свеча Бога, душа человека. То есть свеча Бога, душа человека. И хофе сколь хадрей бетен. И он как бы исследует все, все комнаты живота, дословно переводится. Что имеется в виду? Бог, где Бог находится, да? Мы привыкли все время, что Бог находится где-то. Но Бог-то, душа человека, нешама, это и есть божественный луч. То есть Бог находится внутри, и эта душа человека, божественная, она как свеча внутри, она светит. И она высвечивает изнутри все, что человек думает, и все его намерения. Только Бог по-настоящему знает внутренний мир человека. И внутренний мир человека, вот там есть много замыслов в сердце человека. Потом он что-то принимает решение. У него внутри идет все вот это вот как бы виртуально, весь мир, в котором человек живет. Он у него внутри в голове. И вот он, когда этот мир, он его создает, как бы держит. Дальше он придумывает какие-то себе идеи, планы, мечты. Все это изнутри подсвечивается, как знаете, вот эти тыквы и внутри свечка. Также изнутри все это, силу этому дает Бог. И вот эта вот сила божественная, божественного света изнутри, оно внутри создает вот эту вот энергетику. И оно высвечивает все, как бы все намерения человека. И дает ему силу потом реализовывать это намерение. Но так как Бог изнутри, он же все знает. Это не то, что человек сделал, а потом Бог увидел. Нет. То есть это Бог как бы сделал сквозь человека своим светом. И он знает все поэтому, все нюансы в суда, как кого судить и как кого награждать. И поэтому, если так мы прочтем, соединим два отрывка. Рассеивает злодея в Бог, царь мудрый, хакам это тот, кто знает. И возвращает на них колесо. А как он это делает? Свеча Бога, душа человека. И она исследует все внутренности его живота, его сути, да? И теперь дальше, следующий отрывок, он подводит всему этому, как бы соединяет все это. Хесет веемет. Хесет веемет ицру мелых. Весад бе хесет тисо. Значит, милосердие и истина создаются царем, вот этим Богом. Весад бе хесет тисо. И он устанавливает милосердием свой трон. Что имеется в виду? Значит, когда Бог всю эту систему, он ее запустил. Он в нее посадил человека, в которого сам же вошел внутри вот этим божественным светом. Теперь люди, они как такие биороботы, да? Они начинают там что-то, они выдумывают. А что они выдумывают? У них есть компьютер в голове, в который они запускают внешние влияния, картинки, слова и так далее. И дальше в этом компьютере все крутится. Но есть в этом компьютере программа, называемая добро и зло, которую Бог установил. Он не установил, он говорит, выбери жизнь. Он дал ее нам на изучение и говорит, смотри, вот тебе программа, и ты можешь, у тебя выбор. Или ты идешь на поводу у животного, у инстинкта, который вот этот биоробот. Или же ты берешь и поднимаешься на уровень своей божественной души и начинаешь управлять биороботом по программе добра и зла Тора, которую я установил. Если ты берешь мою программу божественную, то ты поднимаешься на божественный уровень. И ты управляя этим биороботом, этой обезьяной, ты используешь ее для того, чтобы в течение жизни перейти на следующий уровень. Или же ты просто живешь по каким-то программам, которые получили из телевизора, из книг, от других биороботов. И ты все равно, что-то ты делаешь, оно все, что ты делаешь, все равно приводит к каким-то результатам. Но как бы результат человека, который не идет по божественным программам, он один. Модила, смерть, забвение. Результат человека, который идет по божественным программам, это вечная жизнь и переход на божественный уровень. Вот выбирай, хочешь так, хочешь так, у тебя есть выбор. Понятно, да? Вот сегодня как бы мы еще раз поняли, как вся система работает. И мы поняли, что переход на божественный уровень, он не прост. Он не так прост. Первый отрывок нам как раз об этом и сказал, что будь в этом осторожен. Потому что когда ты переходишь на божественный уровень, то в этот момент, к сожалению, случаются сбои. Потому что как человек, ну то есть у него случается, как, вот даже человек живет, например, в тюрьме, да? Не дай бог никому попасть в тюрьму. Но он в тюрьме как-то обустраивается, у него как бы более-менее понятная жизнь. Потом его выпускают из тюрьмы. И вот люди, которые там отсидели 10-15 лет в тюрьме, в тюрьме нехорошо жить. То есть там реально, ну головняк и компания не очень там и все. Ну то есть там реально как бы человеку тяжело. Но тот, кто уже 10-15 лет там прожил, он там уже обустроился, он привык. И когда он выходит в обычный мир, он потом смотрит весь этот обычный мир, куча возможностей, непонятно что делать, куча людей. И люди очень многие возвращались обратно в тюрьмы, совершали какие-то преступления, чтобы вернуться в знакомые. Он знакомый, но он плохой мир. Понятное дело, что тюрьма это плохо. То есть ты как бы там хорошо не сидел, но там хуже, чем на свободе. Но человек, который привык к тюрьме, ему потом на свободе как-то не очень. То же самое, человек, который привык жить вот в этих тисках материального мира, где в принципе ничего хорошего нет, но как бы все понятно, рутина такая. То есть он потом бах, духовность начинает изучать, и тут ему дык-мык его начинают носить. И он думает, не, уйду обратно в эту тюрьму. И опять уходит в материальность. Понятно. Но опять же, все в жизни хорошее дается трудом. Поэтому у нас есть четкая инструкция, что делать, как делать. Поэтому эту инструкцию нужно изучать, и нужно выстраивать свою жизнь, именно выстраивать ее, исходя из духовной системы. Почему? Потому что ни одна другая система не работает. То есть все, по простой причине. Что даже любая другая система, она просто тупо не работает, и человеку не дает никаких позитивных результатов. Все. А Тора дает. Понятно. Хорошо. Все. Значит, всем шаву атов, ходы штов. Ханукас Амеах. Давайте подведем итог. Значит, итог такой, что... Какой итог? Что каждое действие имеет последствия, поэтому надо выбирать конкретно программы, обдумывать и у себя устанавливать программы, которые будут приводить к максимально хорошим последствиям. Это... Я знаю только одну такую программу. Это Тора, которая четко все объясняет, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, и как надо действовать в этой системе, для того, чтобы были только позитивные результаты, переходящие в вечность. Все. Удачи, успехов и хорошего всем дня, полного выполнения заповедей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok